Привет, друзья! С вами Тарас Юрист на моем канале. Ну что, вот эти все протесты, связанные с тем, чтобы не уничтожать малый бизнес, не вводить РРО, не вводить эти кассовые аппараты для малого бизнеса, все-таки принесли свои первые плоды. Хочу напомнить, что вот эти все протесты, это далеко не первые протесты, которые вот сейчас буквально происходят под Верховной Радой. Кроме того, и до этого предприниматели приезжали в Киев, приезжали туда ближе к президенту, пытались с кем-то увидеться. Естественно, к ним, понятно, никто не вышел. Но, скажем так, вот те протесты, которые сейчас, потому что хочу напомнить, что кассовые аппараты хотят ввести уже с начала 21-го года, то есть буквально через два месяца должно это произойти. Естественно, люди против этого. Там, кроме того, евробляхари тоже протестуют, и предприниматели, и все вместе. Они у тех свои требования, у тех свои требования. Пытаются добиться того, чтобы спасти бизнес, спасти ФОПы. Хочу заметить, что есть такая сумма 100 тысяч гривен. Это та сумма, на которую каждый предприниматель, малый предприниматель обеднеет в год, если будут введены эти самые кассовые аппараты. Это я специально, друзья, говорю для тех людей, которые думают, что вот это вот введение кассовых аппаратов и так далее, оно на нас с вами никак не отразится. То есть, естественно, если предпринимателей будут больше расходы, то мы с вами в первую очередь будем платить больше денег, потому что им надо будет оплачивать все свои вот эти расходы, с этими рост связанными, нанимать себе каких-то бухгалтеров, нанимать каких-то специалистов дополнительно, и мы будем, к сожалению, за все это с вами платить. Хочу еще заметить, друзья, что по вашим просьбам многочисленным я завел себе свой телеграм-канал, поэтому, если вам интересно, подписывайтесь на него, ссылочка будет в описании к данному видеоролику. И как результат, в Верховную Раду был внесен законопроект, согласно которого кассовые аппараты, их введение должны будут отсрочить полностью до 2022 года. Но тут, как говорится, я уже обрадовался, даже уже некоторым людям стал об этом рассказывать. Я был лично уверен, что наши замечательные депутаты проголосуют данный закон, и такая отсрочка, скажем так, в пользу людей будет сделана. Но произошло голосование, и я не знаю, что там у них случилось. В общем, голосов не хватило. Поэтому остаемся, скажем так, на той же позиции, которая и была. То есть, что кассовые аппараты будут введены для большинства малого бизнеса с 2021 года. Хочу заметить, что ко мне уже обращались представители фирм, которые разрабатывают программное обеспечение, чтобы я у себя здесь на канале их как-то проекламировал. Потому что если будем продавать это программное обеспечение, мы тебе дадим какой-то там процент, дадим возможность заработать, и ты сможешь что-то на этом, скажем так, тоже поиметь на вот этих предпринимателях. Я, честно говоря, отказался от этого предложения, потому что я был уверен, что, во-первых, это будет принят вот этот закон, то есть будет отсрочка. Во-вторых, рекламировать такую ерунду я, в принципе, не собираюсь. Друзья, стоимость регистрации физического лица предпринимателя под ключ у меня 3000 гривен. Стоимость моей консультации 800 гривен. Сейчас у вас есть уникальная возможность всего лишь за 499 гривен купить полный видеокурс. Кроме того, в видеокурсах там будут документы, образцы документов, пустые формы документов, где я все разжевываю и рассказываю, как самостоятельно зарегистрироваться физическому лицу предпринимателя. Кроме того, друзья, вы узнаете о тех лимитах, о тех ограничениях, которые на сегодняшний день есть на едином налоге. Узнаете о том, в какие сроки необходимо подавать отчетность и получите ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Для того, чтобы заказать данный курс, связывайтесь по ссылочкам в описании к данному видеоролику. Там будет Viber, будет электронная почта. пишите. А если вы не хотите самостоятельно это делать, то я оказываю услуги по регистрации физических лиц предпринимателей под ключ. Тоже можно связаться по этим же ссылкам в описании к данному видеоролику. А если данный видеоролик понравился вам, пальцы вверх ставите на канал, не забывайте подписываться. Благодарю за внимание, друзья. Пока-пока-пока. Пока-пока.